В некотором царстве, в некотором государстве, может быть на Востоке или еще где, это было так давно, что теперь уже никто и не припомнит, появилась на свет сказка. Родителями ее были миф и легенда. И родилась она в хижинах пастухов, земледельцев и рыбаков. В отличие от своих родителей, которые первыми рассказывали нашим предкам, как устроен мир, сказка с раннего детства любила фантазировать. Она радовала слушателей житейской мудростью и счастливым финалом. За это ее навсегда и полюбил народ, и даже позволил заглянуть себе в душу. На Руси до 17 века сказки назывались басней или байкой. Их рассказывали скоморохи и шуты на праздничных ярмарках, качу из деревни в деревню. Любили и цари перед сном послушать истории о говорящих животных, про волшебство или просто о том, чем народ живет. Сказка – особый жанр, главное в котором – это содержание. Победы добра над злом. Такова русская сказка. Но эта победа добра над злом обличена в затейливую форму. В которой имеет место вся полнота народных верований, наивных зачастую, преданий старины глубокой. Путешествуя по миру, сказка могла быть разной. Рассудительной, мудрой, доброй, веселой, а иногда даже страшной. Но люди все равно охотно открывали ей свое сердце. Однажды сказка заглянула в дом одного кудрявого мальчика, будущего великого русского писателя. Ее привела няня Арина Родионовна. И с этого момента не было ни дня без сказки. Это были сказки, которые она где-то слышала, могла сочинять сама. Это были сказания, это были былины, это были песни. Плюс еще когда к этому наложилось общение с детьми крепостных, с деревенскими ребятами. Это все в основном потом легло вот в те самые сказки, которые мы знаем. Но это детство. А уже позже, когда он будет в ссылке, действительно единственным другом для него будет Арина Родионовна. Она единственная, кто останется с ним в Михайловском. Несмотря на то, что он уже взрослый молодой человек, она как в детстве будет ему рассказывать сказки. И он их начнет записывать. О том, что с возрастом любовь к сказкам не проходит, Александр Сергеевич прочувствовал на себе. Поэтому сказки начал писать не для детей. Это очень большая ошибка, когда считают, что Пушкин детский писатель. Ничего подобного. Пушкин писал сказки для взрослых. Но понимать их, учиться на них надо начинать с самого детства. Спросите у 10-летнего ребенка, например, какую мораль он выносит из сказки о рыбаке и рыбке. Он вам скажет, что там злая старуха жадная. Спросите об этой сказке людей 40-50 лет. Они вам скажут о том, что это сказка о любви. Потому что столько вместе прожито, пережито. Поэтому сказки, они очень взрослые. Они очень нужны, эти сказки, о жизни и для жизни. Если детей в музее Пушкина переносят в сказку, то взрослых возвращают в детство. Такой подход, без сомнений, пришелся бы по душе и самому классику. В 225-летию писателя в пространстве музея организовали интерактивную выставку, посвященную его первой поэме Руслана Людмила. Когда читаешь книгу, то всегда интересно. Хочется перенестись туда, в те пространства, о которых читаешь, оказаться рядом с героями. И этот уголок дает такую возможность посетителям выставки. И кроме того, в музее ведь всегда очень хочется не только посмотреть, но и потрогать. Здесь есть возможность потрогать. И таким образом ближе почувствовать приключения героев поэмы. Вот город на берегу Днепра, где встретились и полюбили друг друга Руслана Людмила. Здесь вместе с героем можно проследить его путь, чтобы спасти возлюбленную. И, конечно, остановиться во времени и в особой атмосфере почитать любимые детские произведения самого Пушкина. Священник Артемий Владимиров тоже любит отправляться в путешествие по сказкам. И даже называет себя батюшкой-сказочником. В детстве он так ими увлекался, что стал преподавателем русского языка и литературы. А после – сочинителем персональных поучительных историй для своих учеников и прихожан. Любая сказка может быть творчески восполнена, распространена применительно вот к этому конкретному – Коленьке или Машеньке, с их личными драмами, с их уколами в совести, с их плюсами и минусами. И только нужно доброе сердце рассказчика или писателя, чтобы вести наших детей через Беринзеев лес к вечному солнцу правды и любви. Главная цель сказки – воспитать в ребенке человечность, считал детский писатель Корней Чуковский. Это самая короткая дорожка, по которой взрослый может подойти к внутреннему миру и душе ребенка, научить его сопереживать и стремиться к лучшим качествам. Отвага и сила обязательно. Ум, любовь, забота о ближних, понимание того, что ты поступил неправильно по отношению к ближним. У них всегда есть мораль обязательно. Какая? Ну, то, что, например, то, что если не будет согласия в команде, то ничего не получится. Я бы хотела побыть Еленой прекрасной. Почему она тебе нравится? Она мудая, умная. Сказка, как маленькая модель мира, очень понятна детям. В ней легко отличать добро и зло, а добрая сказка еще и путь к Богу покажет. В каждой сказке Пушкина там все заповеди представлены. Вот почему на зло нельзя отвечать злом. Хуже будет. Огонь упустишь, не поймаешь. Да главный посыл во всем хорошем, что человек делает, это любовь. Ребенка в этом удивительном взрослом сразу выдают его искрящиеся глаза и любовь к сказкам. Она и помогла Борису Деодорову стать прекрасным иллюстратором детской книги. Художник оформил более 400 изданий. Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями, Оленький цветочек Аксакова, народные рассказы Толстого, Винни-Пуха, Алана Милна и практически все книги Ганса Христиана Андерсона, изданные в нашей стране. Да я всех люблю. Вот когда меня спрашивают, кого вы больше всех любите, ну это не правомерно. Все разные и гениальные. В идеале художник-иллюстратор становится с автором. Надо прожить вместе с автором то, что он написал, и не только изучить, а почувствовать. А это большой труд. Вот Андерсона я делал около 20 лет. Главное, когда иллюстрируешь Андерсона, верить в жизнь вечную, убежден художник. Иначе некоторые его произведения могут показаться страшными. Андерсона часто обвиняли, что порой добро проигрывает в его сказках. Но знаменитый датский писатель неизменно отвечал, добро всегда побеждает в вечности. Его пространство, оно настолько сложное. Вот есть действия, да? Но мы все время ощущаем, что происходило в это время или могло произойти. Вот он какой. Книга «Духовное завещание» одного поколения другому. Создавая свои сказочные картины для детей, Борис Аркадьевич всегда стремился к серьезному творческому разговору с ребенком. Иллюстрация в первую очередь должна воспитывать хороший вкус, убежден мастер. Стремление к истинному искусству и любовь к классике старался прививать своим ученикам. Сейчас с гордостью рассказывает о каждом из них и готов снова и снова пересматривать их работы. А вы считаете себя счастливым человеком? Самым счастливым. Самым. Я называю себя певцом народным. По городам столичным разъезжаю, про наш сельское житье-то вот народ оповещаю. Когда актриса театра «Кукол» Мария Кузнецова поняла, что сказки могут не только развлекать, воспитывать, но способны еще и лечить, она выучила язык жестов для своих особенных зрителей. Освоила сказку-терапию и даже создала благотворительный марафон. Сказка в каждый дом. Не все могут прийти в театр, не все готовы к взглядам со стороны, и не все зрители готовы к тому, что будет сидеть такой человек. То есть общество пока еще не готово, театр-то уже готовый, скажем так, а общества нет. Сказка – это как праздник для меня. И когда сказка стучится в дом и приходит, и наполняется комната, квартира, ну и вообще атмосфера такая сказочная, волшебная. И мне кажется, после каждого прихода такой сказкой, ну мне хочется в это верить и надеяться, что в этой семье еще больше есть места для надежды, чуда какого-то. Диме 14 лет. Он не ходит и не говорит с рождением, и кажется, живет в своем заколдованном мире. Но благодаря заботе и любви родных, а еще помощи добрых волшебников, мальчику намного легче преодолевать трудности. Дима дома, он в семье. Несмотря на свои возможности и невозможности, он много путешествует, он всегда с нами. Наверное, мы и сейчас как бы живем, можно сказать, в сказке. Мне, конечно, очень хочется, чтобы он начал ходить, потому что физически даже для меня тяжеловато его передвижение. Но на данный момент у нас все вот настолько прекрасно, что нам даже жаловаться грех. Сказка, на самом деле, может сделать очень многое. Не просто так придумана сказка терапии. Через сказку можно решить какой-то вопрос. Сказки нужны всем и каждому, и взрослым. И я знаю, что некоторые мои коллеги сказку привозят в дом престарелых для бабушек и дедушек. Сказку привозят в места трудных подростков, в места заключенных. И там тоже играют именно сказки, через которые пытаются донести нужную мысль. Сказка, ложь, давний намек. Сделают вывод одни рассказчики. Пир на весь мир устроят другие. Но как бы ни заканчивались волшебные истории, и сколько бы ни было в них горе и радости, как в самой жизни, добро всегда побеждает в вечности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова